Мир фототехники больше никогда не будет прежним. Досмотрите видео до конца, и вы узнаете, что нам всем очень долго брали. Но это не точно. Привет! С вами канал Знать, что брать. И в этом видео очень важный вопрос. Что не так с DxO Mark? Я думаю, многие слышали о таком ресурсе. Он позволяет узнать, насколько хороша та или иная камера. Объектив Или же смартфон. Причем на этом сайте не субъективное мнение того или иного фотографа, а условные баллы, высчитанные по четким математическим алгоритмам. Тут сразу оговорочка. В общем, в выборе техники User Experience очень важен. И параметры не являются гарантией результата. Порой какие-то специфические особенности аппарата оказываются куда более важными, чем технические преимущества, о чем сами DxO в своих статьях также упоминают. Что сказать, молодцы, тут с ними не поспоришь. Как и то, что технические особенности тоже имеют значение. И речь вовсе не о мегапикселях, не о доступных значениях ISO и прочих паспортных данных. А о реальных показателях детализации, цветопередачи и прочего прочего прочего. Для этого и есть команда экспертов в DxO. Они проводят ряд испытаний и ставят как бы независимую оценку, чтобы любой мог сравнить между собой разные модели фототехники. Спасибо им за это. Но стоп, слишком уж все хорошо. Чую подвох. Или может это я учуял, что кто-то из вас не подписался, не поставил лайк, не написал коммент. Самое время исправиться. Ну а насчет объективности DxO Mark также витали некоторые сомнения. Ведь алгоритм расчета этих самых баллов попугаев дело тонкое. Часто алгоритмы машинного оценивания чего-либо можно некоторым способом обмануть. Например, зная алгоритм испытаний и те условия, в которых тесты будут проводиться, можно создавать такую технику, которая будет показывать наивысший результат. И именно к этому будут стремиться производители. Причем высокие баллы совсем не обязательно будут гарантировать хоть какое-то техническое превосходство. Ведь реальные условия отличаются от тестовых и алгоритм испытаний также не может учесть всего-всего возможного. Но это все лишь мои допущения. Подождите, факты тоже будут. Но пока еще раз допустим, что есть производитель, который в своих камерах применяет очень агрессивный алгоритм шумоподавления. На высоких ISO картинка будет чище, чем без шумодава. Однако будут теряться детали и ухудшаться цветопередача. Функция полезная, но только если ее можно отключить. На низких ISO, либо когда есть желание обработать фотографии на компьютере и добиться куда лучше результата, такую функцию следует отключать. Кстати, обычно шумоподавления при съемке в RAW отсутствуют вовсе. И это правильно. Но что делают эксперты в DXO? Они снимают тестовый кадр в RAW на разных значениях ISO и сравнивают, какая получается картинка. Насколько она качественная, детальная, зашумленная, какие получаются цвета. И это все они сравнивают. Конечно, тут следует учесть очень много нюансов. Это различные цифровые артефакты, падение резкости, цветопередачи и прочее-прочее. Но возможно ли в алгоритме учесть все подряд? Это уж вряд ли. Так что есть некоторая вероятность, что если производитель исключит возможность отключать шумоподавление даже в RAW, даже на ISO 100, результаты сравнения на ISO 100 и, к примеру, 25600, программа покажет как отличный результат с высоким баллом. В реальности это может испортить фотографии, а особенно на низких значениях ISO. Скажете, это все чушь? А вспомните многочисленные истории о накрутке, тестах, производительности смартфонов в Antutu. В 2019 году даже разработали защиту от накруток, а в 2020 снова очередной зашквар. С DXOMark таких громких скандалов не было. До недавнего времени. Когда все вовлеченные в мир фотографий были прикованы к презентации новинок Canon EOS R5 и R6, произошло еще одно очень важное для этой компании событие. И вот тут самое интересное, как и обещал. DXOMark принесли извинения Canon за заниженный результат тестирования нового флагманского EOS 1 DX Mark III. К слову, матрица и процессор из этой камеры также перекочевала в новинку R6. DXOMark признали, во время тестов имела место ошибка, и они пересчитали балл. Он вырос на целых 8 попугаев. Тоже мне новость. Все ошибаются, и важно с достоинством признавать свои ошибки и извиниться. Но стоит учитывать также бэкграунд этой истории. А дело вот в чем. Многих возмутило, как эта матрица самой новой, самой продвинутой и, соответственно, дорогой камеры оказалась хуже, чем у предшественницы. Фотографы писали гневные комментарии в сторону Canon и грозились сменить систему. Сокрушительный удар по имиджу производителя. Новая матрица хуже, чем старая, по результатам тестов DXO. Никогда такого не было, и вот опять. Но в этот раз огоньку добавило то, что это самая крутая и дорогая камера в линейке. Где-где, но в таком аппарате производитель просто не мог настолько оплошать. Поднялась шумиха, и под давлением фотосообщества в DXOMark провели повторное тестирование. И оказалось, все совсем не так. И тут можно бы заподозрить DXO в обмане. Во-первых, они могли преднамеренно занизить изначальные результаты тестов касательно 1DX Mark III в угоду хорошо проплатившим конкурентам. Но под натиском общества пришлось результаты менять. Во-вторых, Canon действительно могли вот так напортачить со своим новым флагманом. Во что тяжело поверить, но допустим. А потом сами же Canon проплатили DXO, чтобы все пересмотрели свои результаты. Но не будем сгущать краски и поверим, что это всего лишь случайная ошибка. Но что это по сути меняет? Ведь сия оказия вскрылась только потому, что поднялась немалая шумиха. Если бы столько не было возмущений, никто бы результаты не стал пересматривать. А это уже прецедент. Кто знает, возможно ранее такие ошибочки были тоже и будут в будущем. Это уже подорванная репутация. И к результатам тестирований DXO Mark теперь нужно относиться с некоторой долей скепсиса. Доверие, возможно, подорвано навсегда. Так чем же занимаются в DXO Mark? Обманом в угоду щедро спонсирующим производителям? Либо просто, как и все, иногда ошибаются? Пишите свои мнения в комментариях. Ну а нам-то что теперь делать? Как выбрать камеру? Объектив? Камерафон? Как не прогадать? Конечно, единственное правильное решение – испытать технику самостоятельно. И именно в тех условиях, в которых вы ее будете использовать. Увы, далеко не всегда это возможно. Ну а также смотрите наши обзоры, чтобы знать, что брать. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok